Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренний в серебряной рассе, Слышу голос и вонящая дорога. Смотрите, я нашёл бесценную автоматизацию растений. Ну, здесь интересно, Владимирская, родитель его вишня, А я даже слышал такой, известный прекрасный сорт, Решительно не поддаётся акклиматизации при переносе в другую местность. Хотя и растёт хорошо, но плодоносит очень плохо, И плоды в своих высоких качествах. И вещи так изменяются, ухудшаются, что теряют всякую цену, И становится не узнаваемым. Пока мы не говорим, это сенец или культурный, То есть привитый, да? Вы мои видели жубковскую? Видели это чудо и чудес? Шутя акклиматизировал, даже возиться с ней не пришлось. Ладно. Любская или алферовская вишня. В своём месте прекрасный сорт. У меня же в Тамбовской губернии приносит так мало плодов, Что положить и не годится для нас. Ну, что мало плодов, тут причин может быть много. Не обязательно переезд в Тамбовскую губернию. Тут немножко... Тут нельзя исключить другие варианты. А самое главное, впереди. Посредством же акклиматизации, естественным путём посева, Легче достигается пополнение ассортимента в каждой местности. То есть выписываете, у меня уже резок косточки, У вас всё будет. Частично, да. Вот. Но это только частично. Сейчас поймёте. Путём подбора даётся полная возможность иметь прекрасное покайство плодов. Устойчивая повносливость к суровому клеву красота. Да, вдобавок можно акклиматизировать такие виды плодовых растений, Какие в данном месте никогда не росли. Например, слива кузьмина в ветлуге Или культурные абрикосы в Невтамбовской губернии. До вывода ещё не дошли. Ну, уже что? Понятно. Берём больше, кидаём дальше. То есть принцип такой, берём больше, садим больше. Вот. Что вырастет, то акклиматизировано. Так нет. Вот. Вот. Когда. Выше мы, я писал, читал вам письмо белоруса, Который сказал, что я железу предлагаю долгий путь. Нет. Мне, вот, Мичерин предложил долгий путь. Путём, естественным путём посева. Но я считаю так, что большинство садоводов, Это токари, пекари, лётчики, космонавты. Вот. Каждый хочет иметь покопаться на даче, вырастить. Это не для нас. Вот. И вывод такой, который на очень долгие годы задержал развитие садоводства. Внимание. Вот почему я, то есть Мичерин, говорил, что акклиматизация плодовых растений, возможно, лишь одним путём посева. А сейчас вся страна, представляете, куда они сунься, где они, абрикосы? Мне звонили опять с этой самой, с Кубани. Нет, ни черта, абрикосы. У нас растут, где вот это название, оно немножко слух режет. Жерделы. Жерделы. Вот так их называют. Вот. Огромные деревья вообще не плодоносят абрикосы. Даже вот эти, вообще не плодоносят. А они даже знают почему. Видите как? Вот. И получается, что он посоветовал? Это и было. Эти жерделы, это же не привитые деревья. Итак. Читаю сначала. Почему я говорю, вот почему я говорю, что акклиматизация плодовых растений, возможно, лишь одним путём. Посева. За весьма малыми исключениями. И опять утверждаю, помните, я вам это на память читал, вспоминал. Это потому, что из тех немногих сортов, удачно годящихся для нашего климата, в подавляющем проценте, большинство составляет сорта, имеющие ещё на своей родине способность мириться. То есть, получается, если он, у него где-то там, ну сейчас-то город Мичуринск, не замерзает, то, значит, он и пришёл туда незавёрзшим. То есть, незавёрзающим. Но тогда, получается, где вообще селекция-то? А если он не имел способность, живя на исторической родине, приезжая на север, тогда, получается, всё бессмысленно, напрасно. Что дальше делали все учёные, Мичурин, всё? Надо было скрестить один, скажем, кусты, другой морозостойки. Кусты, естественно, культурные, морозостойки, естественно, полкультурные или дикие. И скрещивали. Вспомните, там, какая уссурийская груша, умудрились там вырастить прекрасный сорт с высокой морозостойкостью. Вот. Но мы пойдём другим путём. Так? Почему? Потому что путём посева не для токаря, не для пекаря. Наверное, наука и дальше будет этим заниматься. Наверное, они меня не поймут. Почему? Потому что чётко и ясно было сказано в другом месте этим Мичуринам. И хотя Мичурина отменили, но не отменили вот это вот утверждение его, которое стало законом. Подставка на холодостойке подвое не увеличивает морозостойкость прямая. Вот так вот. И всё, что вы увидите ниже, сегодня уже, наверное, не увидите. Вы увидите таблицы. Вот. И окажется, что всё это вступило в противоречие с практикой нас, сибиряков. Я себя не выпячиваю. Нас десятки. Тех людей, я многих знаю, знал, пока были живы. Вот. Вот это и было. Но не путём посева. А вторая половина работы. Прививки, прививки, прививки. И мы достигли того, что вот это утверждение, что подставка в востоке подвое не увеличивает морозостойкость прямая. Она, наверное, ошибочна. При всём уважении к Мичурину. При том, что я себя считаю, что это эволюция. Это эволюция. Последний момент. Он подошёл именно к этому самому, к насыщению менторов. Даже где-то, хоть он и не знал, не назвал такого термина. Наслояние ментора. Но он к этому подошёл. И, наверное, ему не хватило самой жизни. Потому что он ссылался на авторитетов до него. Самых звёзд мировой, мировой селекции. И говорил, что из-за них я потерял десятки лет. Вот так. А я хочу, чтобы вы не потеряли десятки лет. Смотрите. Вот это начало акклиматизации. Видели? И вы знаете, они быстро переставятся деревьев. Есть у них эти самые гены памяти? Есть. Вот. А сейчас смотрите сюда. Переезд в Москву и так далее. Видите? Так. Какие там корни? А вот такие. И больше, раз есть корни. А помните, я сколько показывал без корней. Питомники выпускают саженцы без корней. Вот. Теперь получается, что нет причин, чтобы то, что пришло с Европы, туда не вернулось. Вот. Вот это вот посылка тоже в Европу. Это осень. Видите? Это самый момент, когда листья сами отваливаются. Или почти то. Позже боимся. Вот это самый момент. Обратите внимание на дату. 8 октября. Вот. Вот еще. Кстати, способы. Давайте еще раз. Почему? Потому что я вас готовлю к очень важнейшей теме. Итак, самолет. Вот. Итак, посылка. Итак, человек приехал взять живьем. Обратите внимание на качество. Найдите хоть один больной листик. Вот. Александр, подтвердите. Нам это не знакомо. Вот. А вот это вот отправка в Красноярск. Еще один вариант. Обратите внимание на качество подготовки. Они еще не обрезаны. Они еще обрезаны будут. Вот. И смотрим сюда. В Савиногорске ожидаются сильные морозы. Это было 30 января 2019 года. Посмотрите. Термометр опускался в Абакальдос минус 44. Это он все еще греет. Я видел на заводе минус 47. На этом. На стабло. Вот. Ну, в Савиногорске 36. А у меня всегда на 2-3 на 4 градуса холоднее, чем в Савиногорске. Он себя греет. Так что там очень тепло. Ну, по нашим меркам в Савиногорске 36 это тепло. Когда за, там, за пределами 44 и 47. Вот. Ну, и тут запоминаем дату. 30 января 2019 года. Снова. Вот. Дело в том, что я не знаю, стоит ли продолжать. Вот. Наверное, успею. Вот это вот данное мне прислал Троцентка. Живет в Питере. Вот. Выступает моим адвокатом. Потому что нападки идут с всех сторон. А он, так сказать, бережет твои нервы. Он на них отвечает. Воюет. Сейчас один случай вы знаете. Опять 40-45. Вот. То есть, теперь это. Он же мне прислал. Это выдержка из моего. Моей скорбевого книги. И вот от моего имени что написано. Впервые увидим ее фотографии. Николай Иванович воскреснул. Да вы, братцы, в раю живете. Это вы знаете. Пригласил я баканское телевидение. Тут же прилетели. Я сказал. Сам Курнима приехал. Тут же прилетели. Настроили камеру. Я посадил под это. Под. Огромный такой урожай был на. Из груши. Этой самой. Нарядной Фимова, да. Посадили его на табуретку. Я посадил. Вот у груши у него на плечах. И он вот эту фразу-то и произнес. Телевидению. Да вы, братцы, в раю живете. Вот. А дальше уже я пишу. Всего слов. То-то же о болезни ничего не пишете. И фотки какие-то нереальные. Его поразило. Ни на листьях, ни на плодах не видно пятен. На абрикосах нет мертвых веточек. На Кубани такое давно не мысль. И даже многократно химию не спасает. Ой. Ну а дальше. Книга общая. Это. Дальше я пишу. Действительно, в болезнях я не разбираюсь. Да и вредители особо не интересуют. Бог пока что миловал. Давно решил, чем занимать голову. И бесценная страница стандартным набором химических советов. Лучше сосредоточиться на вращении здорового дерева. Нагляделся на сады соседей и земляков с больными, изувечными деревьями. И вижу, именно на такие набраются орды вредителей. Даже в Сибири живу спокойно. Читая о невообразимых для Сибири ужасах южного садоводства. Кубань, Сочи, Кабарда, Северная Осетия. Поражаюсь, прихожу к наглому выводу. Там тоже не умеют вращать здорового дерева. И тут ни Шведер, ни Мичури, ни промышленности не помогают. Видимо, надо в корне менять взгляд на дерево. Вот мы с вами меняем. Ну что, оставляю до следующего раза. Проскакиваю. А потом с этого начнем следующее. Почему? Я, ребята, хочу вас убедить. Знаете в чем? Я вас хочу убедить в том, что причина, очень важная причина, по которому не развивается садоводство, виновником оказался и я. Потому что если уже заранее известно, что если в железу вред, что если в железу никаких сороградцев морозов не бывает, а об этом на следующем не дали. Спасибо, Торсенко, я сам не знал. Я не знал, но я не знал, что это так. Что это на самом деле еще страшнее, чем я думал. Ну я привык же тут. Живешь. Мороз уши опустил на шапки. Дальше пошел. А где? Откуда уши? У них шапки-то нет. И вот получается, что я виноват в том, что сложилась ситуация, когда ага, Рожей Визу врет, значит вся его агротехника ни к черту не годится. А она там сама растет. Посадила, растет. Вот и все. Помните слова, которые когда-то войдут в эту? Слова Курдюма, которые войдут когда-то в энциклопедии. Повезло Железову, что в Сибири живет. Вот. Вот. Что такое повезло, вы узнаете чуть позже, в следующий раз. Я вас интригую, потому что вопрос очень серьезный. Вот. Мешая, так сказать, белое и черное, переставим местами. Вот. С одной стороны агротехника, что виноваты грибы, которые живут в деревьях. Ну, ну, что там дальше говорить-то? Если вся наука мировая не знает о том, что грибы не едят деревья. Вот. Едят только то, что искалечено. И получается, что и дальше, что дальше получается перестань ты калечить деревья. Ну, что, поговорим в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok